добрый день друзья сегодня мы возвращаемся вновь к сайту ради плеерами дело в том что здесь сохранился изменился процесс сохранения аватаров вот поэтому я решил вам это показать чтобы избежать каких-то вот осложнений когда вы будете создавать аватары и так заходим по ссылке ready player me открывается нам вот такое поле правой кнопочкой перевести на русский переводим предлагают авторизоваться или зарегистрироваться вот не нужно делать ни того ни другого значит просто опускаемся вниз и нажимаем попробовать наш конструктор аватаров выходит вот такое поле она немножко иное в отличие от того что было дальше мы нажимаем вот на этого человечка справа мы можем либо сделать фото свое либо выбрать файл но независимо от того какой файл файл мы бы не выбрали конечно изображение вашего точного не получится это скорее такая формальная сторона но допустим я выбрала какой-то файл выберите файл и нажимаю использовать это фото вот но вы это аватар совсем на это не похоже все равно выходит тот аватар который они хотят значит здесь вот есть два момента женщина и мужчина внизу вот или так или отменить или женщина нажимаем ну и вот здесь положение аватара потолще он допустим будет потоньше вот ведь полная фигурка вот средняя фигурка это новое тоже этого не было но мы выберем нормальную фигуру так но дальше мы начинаем менять нашего аватара это тоже осталось то есть мы нажимаем на вешалку на которой предполагается одежда и выбираем то что мы хотим выбрать допустим какую-то одежду но я лучше возьму возьму мальчик поменяла аватара на мужской да вот одеваем аватара а значит что мы можем выбрать ему какую-то одежду куртки там допустим что мы хотим выбрать допустим любой костюм и так далее да одеваем его можем изменить прическу там где у нас расческа с ножницами можем изменить прическу если хотим так можем поменять цвет этой прически вот здесь справа насколько вы помните можем одеть очки так можем одеть шапочку в общем это не столь важно да можете одевать как хотите вот что дальше новое дальше новый следующий момент мы нажимаем далее и у нас выходит не аватар в нашей библиотеке и исчезла наша библиотека а просто открывается этот аватар который мы создали мальчик нам нужно теперь копировать вот эту ссылочку для публикации копируем и в поисковой строке наверху вот здесь мы ее вставляем нажимаем на нее и сохраняем ее в той папочке где мы хотим сохранить подписываем мальчик и так далее вот это то новое что я вам хотела сказать а дальше я расскажу о том как добавить уже анимации к этим аватаром и вставляем в поисковую строку вот здесь добавляем новую вкладочку вставляем эту ссылочку вставить нажимаем на нее и открывается допустим папка или место где вы хотите его сохранить вот я сохраняю сюда напишу мальчик мальчик формат обратите GLB то есть этот формат можем использовать в программе BlackTitler но что интересно он будет там неподвижный вот как он здесь у нас стоял так он и будет стоять да вот такой неподвижный это не очень интересно поэтому дальше я вновь покажу как оживить как дать анимацию этого аватара давать анимацию мы будем на сайте Миксама но он принимает формат ФБХ значит мы должны этого мальчика в формате GLB переконвертировать в формат ФБХ формат ФБХ ищем нашу ссылочку на конвертеры я вам эти ссылочки дам то есть нам нужны три ссылки на сам сайт на конвертер GLB ФБХ на Миксама и четвертая ссылка уже из Миксама в GLB с движениями и так ищем конвертер GLB ФБХ нажимаем нам предлагают загрузить наш этот самый аватарчик он у нас в папке тест так ищем эту папочку тест вот он наш мальчик открываем не пугаемся этого поднимаемся ждем пока он загружается появляется мальчик в таком положении формат GLB пока значит нам нужно его сохранить ФБХ нажимаем вот сюда сохранить как не видим ФБХ нажимаем показать все выбираем ФБХ и подписываем что это у нас уже ФБХ мальчик чтобы нам не перепутать в папке сохраняем так теперь мы можем отправиться на сайт Миксама да сайт Миксама в него можно войти через Google можно зарегистрироваться вот он так выглядит тоже переводим его на русский язык здесь у меня предыдущая модель я делала так нажимаем загрузить персонажа отправляемся в нижнюю часть экрана select характер файл нажимаем и выбираем мальчик какой у нас ФБХ открыть дело в том что Миксама очень легко принимает формат ФБХ с ready плеерами он капризничает с другими ФБХ но здесь все идет отлично так ждем вот наш мальчик получился опускаемся немножечко вниз так получилось так давайте вот так еще пониже нажимаем следующий что добавляет его на Миксам вот он на Миксам теперь осталось добавить только движение выбираем движение здесь нам предлагают бой спорт конечно не все движение которые нам хотелось вот но я поступила таким образом я написала английское слово work прогулка и там получились довольно интересные варианты work сейчас посмотрим вот здесь уже не только танцы вот ходьба допустим нажимаем на ходьбу вот наш мальчик идет не нравится нам ходьба можем посмотреть что то еще но здесь главное показать принцип даже игра в гольф есть видите вот взволнованный например да вот он нервничает мальчик переживает ну давайте такого оставим такое необычное движение теперь нам остается скачать ничего не меняем скачать так идет загрузка и в ту же нашу папочку text вот здесь взволнованный по-английски x так не вижу x так но мы можем написать что так 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 fbx напишем плюс анимация анимация так это я пишу так по-русски фбх плюс анимация то есть мы понимаем что этот сайт этот колик уже из миксама сохраняем и вот теперь если мы хотим использовать этого прыгающего мальчика в формате fbx с движением то для этого существует программа iClone а iClone его примет причем примет как props но с движениями сейчас я поставлю на паузу пока она загружает так вот программка iClone загрузилась сейчас мы закинем из папочки тест нашего мальчика fbx так fbx мальчик вот он с движениями закидываем его сюда вот он у нас появился поскольку props мы увеличиваем его английской буквы her это props аватра конечно так не увеличивается но поскольку это props если мы ценим посмотрим цене видите props вот props но движение у него будет уже то что мы сделали вот он взволнованный мальчик и движение будет в проекте если мы откроем проект и найдем здесь анимацию так сейчас одну секунду так вот она его анимация вот такое движение значит проб дальше мы галочку ставим на ambulant light вот она и уже здесь смотрим вот анимация мы при желании можем ее скопировать и увеличить как хотим долго ну вот она анимация то есть мы создали модель и дали ей движение довольно просто ну конечно нужно потрудиться теперь другой вопрос если мы хотим эту модель поставить в блок тайтлер с движением то блок тайтлер принимает формат glb да мы знаем поэтому нам нужно нашего мальчика переконвертировать из fbx анимации в формат glb значит для этого нам нужен второй конвертер вторая ссылочка сейчас найдем так конвертер который конвертирует fbx в glb так включаем fbx glb загружаем наш файл берем какой файл мы с вами тот который мы в иглу загружали вот он так сейчас сейчас найдем fbx плюс анимация открыть открыть и конвертируем его в glb вот здесь справа показан идет процесс конвертирования то есть мы на выходе из этого конвертера получаем файл glb который встанет в программу блок тетлер уже с движением пока на паузу ставлю так сто процентов нажимаем скачать и уже подписываем мы что этот файл glb с движением 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 так сохраняем и там блок тетлер нажимаем на копе добавить 3d модель нажимаем на копе на рабочий стол ищем папочку тест и ищем fbx анимация так сейчас минутку так мы не нашли файлик потому что он архивом скачивается вот мы его возьмем добавим в папочку так чтобы нам не путаться создать папку и вот этот файлик glb мы положим в папку и там разархивируем значит он идет архивом извлечь в текущую папку почему потому что там вот он так идем на блок тайтлер добавлю 3d модель рабочий стол так наша папка тест новая папка вот он у нас наш файлик открыть вот наш мальчик который прыгает таким образом он у нас появился в блок тайтлере уже с движением это конечно интереснее чем когда не анимировал вот такие изменения на этом все спасибо за внимание жду ваших вопросов не мы не это но нет 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 не нет нет не не нет Субтитры сделал DimaTorzok